Приветствую, меня зовут Сокол, и я не делал отчет об Оскаре по очень уважительной причине. У меня сын родился. Напрашиваюсь на поздравления. Кроме того, церемония Оскар была в этот раз на редкость предсказуемой и скучной. Сегодня же мы выясним, почему некоторые зрители ополчились на новый фильм Марвел, везде занижая ему рейтинги, за что не взлюбили Бри Ларсон, как много в фильме феминистичных посылов, да и вообще, как сам фильм-то. А фильм, на мой взгляд, нормальный. Я не буду присоединяться к хейту этой картины, которого она не заслуживает, не буду петь ей дифирамбы, которых она также недостойна. Я займу нейтральную позицию, поскольку я не считаю фильм плохим, как некоторые, но и полностью хорошим я назвать его тоже не смогу. Скажу так, я не скучал на просмотре, но картине чем-то удивить или как-то восхитить тоже не удалось. Какое-то абсолютно ровное впечатление. Даже феминистичная тема не была настолько выпукла, как я ожидал, из-за всей той волны негодования в интернете. Я просто привык, видимо, к сильным женским персонажам в кино, и я не делал какой-то акцент на том, что это супергероиня, а не супергерой. Я поклонник многих женских персонажей. Сара Коннор, Эллен Рипли, Беатрис Кидо, Клариса Старлинг, Хитнес из Голодных Игр, Роза из Титаника. Если персонаж хорош, то какая разница, какого он пола, расы, ориентации или религии? Я стараюсь также относиться и к настоящим людям. Если хороший человек, то почему для меня должно иметь значение что-то кроме этого? Этому же я учу и буду учить своих, теперь уже детей. Да-да-да, всем недовольным, я не люблю женские версии Охотников за Привидениями, только потому, что персонажи отвратительные, да и сам фильм говно, а не потому, что они женщины. В общем, меня не волновало то, что рассказ ведется про супергероиню. Другое дело, что сам персонаж показался мне скучным. Чуть интереснее Супермена и Тора, понятнее и ближе, чем Чудо-женщина, но все еще сверхсильный персонаж, наличие которых в поп-культуре я всегда критиковал. Но не люблю я таких персонажей и считаю их скучными. Но что это за герои такие, которые могут все? Какой смысл наблюдать за ними во время сражений, а? Это так же утомительно, как бой Супермена и Зода в Человеке из Стали, или сражение Бога Грома и Халка в Рагнарёке. Когда два персонажа неуязвимы, то какой смысл переживать за кого-то из них? Если сравнивать, то больше всего Капитан Марвел похожа на первого Тора, опять же. Фильм, который тоже многие считают ни рыбой, ни мясом. В этом проблема сольников Марвел. Они слишком стандартные, проходные, типичные. В общем, это те фильмы, которые мы уже много раз видели. Человек-муравей, Доктор Стрэндж, это все тот же Железный Человек, только с иными фишками. И Капитан Марвел это такой же форматный сольник, без риска, без новаторства и с минимальными отхождениями от рабочей схемы. Как бы я не относился к Черной Пантере, но должен признать, что в том сольнике было хоть какое-то новаторство, хотя бы по части костюмов и декораций. Не зря же Оскары выдали. Но Капитан Марвел, как фильм, хоть я его считаю и лучше Черной Пантеры, лишен этого. Именно поэтому лента ощущается так, будто это сериальный филлер, не обязательный для просмотра. Но это все же неплохой фильм. Да, он типичен, но в нем все же есть пара-тройка очень хороших сцен, интересный хоть и предсказуемый сюжетный поворот, несколько второстепенных персонажей, которые оттягивают на себя одеяло, неплохой экшен. В общем, нельзя сказать, что фильм меня не развлек. Вполне нормальное жанровое кино на разок. В общем, ничего особенного, но и ничего катастрофического. И поэтому я не слишком понимаю ту шумиху, которая поднялась вокруг картины. А вокруг картины стало происходить то, что к содержанию ленты вообще никак не имеет отношения. Две вещи, которые подтолкнули различных людей к ненависти самого фильма. Первое. Мы живем в мире обиженных, которые способны обидеться на любую глупость, на любое слово, фразу или действие. И сегодня те же люди, которые еще вчера не понимали, за что Голливуд набросился на Лиама Нисона из-за неудачного интервью, набрасываются на Бри Ларсон за высказанную позицию. Бри Ларсон, как и положено голливудской знаменитости, имеет четко оформленные политические взгляды и ведет какую-то яркую борьбу. Так положено. Это у нас знаменитости зачастую просто распиаренные пустышки, которые бьют жен, не желают стоять в общей очереди и ходят к Малахову поорать. В Голливуде все не так. В том, что Бри делает в принципе ничего плохого нет. Она выступает за инклюзивность женщин различного цвета кожи в мужское большинство. Например, во время пресс-тура Капитан Марвел, она пожелала сократить количество журналистов мужского пола в пользу женщин. Но из себя, фанатов и мстительных журналистов, которых видимо не пустили к ней на интервью, она выявила далеко не этим. Ну, во-первых, она достаточно высокомерна, что, например, заметили зрители недавнего интервью по мотивам автозаполнения в Гугле. Наверное, в этом ее проблема. Она не старается подбирать слова. И в 2018 году она также весьма резко высказалась о белых сорокалетних мужчинах-критиках. Мол, она не желает читать рецензии этих мерзких представителей рода человеческого о фильме «Излом времени». Они ведь нихрена не понимают и не смыслят в этом. Конечно, она тут же поправилась и более подробно объяснила свою позицию, но интернету плевать. Ее слова, вырванные из контекста, растиражировались обиженными, видимо, пользователями и понеслось говно по трубам. Все же обиженные это сорокалетние мужики-кинокритики, правда, да? Я вот не обиделся. «Излом времени» — говно. Правда, мне еще не сорок, но я к этому близок. Однако, оцените уровень маразма. Когда в 2018 году она произнесла эти слова, всем было насрать. Но во время премьеры этот достали из недр интернета и растиражировали так, будто она это брякнула вот только что. Особенно хочу предстыдить блогеров моих коллег, которые скатились до оскорблений человека за ее позицию. Это низко и непрофессионально, ребята. Не буду называть имен. Бри, конечно, высокомерно, с этим не поспоришь, но хотя бы не настолько, как Дмитрий Дюжев. Второе, из-за чего оценки фильма стали занижать — тупо хейт Марвел. Это была целенаправленная акция поклонников киновселенной DC, поскольку в один месяц с Капитаном выходит «Шазам». Эти ребята все еще верят в сговор против фильмов DC и ведут себя откровенно глупо, на мой взгляд. Кстати, появились первые отзывы о фильме «Шазам». Хотелось бы посмотреть теперь на лица этого фанатья, ведь критикам, похоже, фильм пришелся очень даже по вкусу. Как так? Неужели система сломана? Короче, рейтинги Капитана Марвел были обрушены на Rotten Tomatoes. Из-за этого томаты даже изменили систему рейтинга ожидания на сайте. Наверняка страдают и оценки на других агрегаторах из-за всего этого, поэтому не стоит доверять зрительским баллам сейчас, мне кажется. Теперь подробности о самой картине. Это, повторюсь, разовый фильмец, который стоит смотреть для небольшого развлечения и для того, чтобы не пропустить очередную серию марвеловского киносериала. Ну, если в принципе не посмотрите, то тоже ничего не потеряете. Связь с «Мстителями» имеется только в сцене после титров. А так, это такая небольшая предыстория Пейджера Ника Фьюри. Мне кажется, это идеальное описание фильма «Предыстория Пейджера Ника Фьюри». Заодно вы узнаете, как он потерял свой глаз и как познакомился с Коулсоном. А еще этот фильм демонстрирует то, как нужно делать цифровое лицо так, чтобы это не резало глаз, как, например, усы Супермена. А молодили Сэма Джексона знатно и ни разу не фальшиво. А вот на Коулсоне система дала сбой. Или на нем сэкономили, я не знаю. Он был похож на восковую куклу больше. Ну да ладно. Джексон – настоящая душа этого фильма. Он крал каждую свою сцену и затмевал Ларсон своей харизмой даже сквозь слой компьютерного грима. Ярко выступил и Бен Мендельсон, который также вызывал симпатии много больше, чем главная героиня. Но раз речь зашла о ней, персонаж скучный. И это, пожалуй, не вина Брии. Она хорошая актриса, но ей там почти совсем нечего было играть. В нескольких лишь сценах у нее была возможность улыбнуться или сыграть драму, но на фоне остального фильма, где она с пафосным лицом крушит врагов, этого ничтожно было мало. Джуд Лоу тоже вон ходит с суровым лицом весь фильм, так что отчего мы прицепились к одной лишь Брии. Дело в другом. Она неуязвимый, почти всесильный персонаж, за которую не слишком сильно охота переживать. Мне кажется, сценаристы это понимали, поэтому снабдили фильм интригой вокруг туманного прошлого Кэрол Денверс, которая в начале ленты предстает перед нами под именем Верс. Из-за своего человеческого прошлого, Капитан, конечно, ближе к обычному зрителю, который может себя с ней ассоциировать, но она все равно неубиваемая мощь в чистом виде. Поэтому о чем вы? Ну какая ассоциация с ней? Мне в этом фильме понравились Скрулы, любопытная раса, и Грим не кажется таким уж убогим, как на первых промо. Добавьте к этому две или три отлично поставленные сцены, стандартный для Марвел юмор и экшен, у которого в принципе неплохо так все с графикой, и вы получите Капитана Марвел. Очень сильно понравилось посвящение Стэну Ли, да и его камео, во время которого мы узнали, что Верс умеет достаточно мило улыбаться. Порадовала также атмосфера 90-х, это несомненно плюс. После титров две сцены, одна развлекательная, после больших титров, другая важная для всего сериала. Что еще сказать? Да больше нечего особо, нормальный фильм, обычный, ничего выдающегося, на разок сгодится, веселей, чем Пантера, сильных феминистских посылов не разглядел. Можно было, конечно, поставить бронзу, но да хрен с ним, пусть будет слабое серебро. Я сегодня добрый. Кот-гусь, лапочка. Ну, не совсем кот, конечно, только это спойлер, ой. Ну, а с вами был Сокол, высказывал свое мнение. Сходите в кино, составьте свое. Также подписывайтесь на канал, в группу ВК, Твиттер, Инстаграм, все ссылки в описании. Ну и, конечно, не забываем ставить лайк вот этим видео, если, конечно же, оно вам понравилось. Вроде все сказал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok